Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Очень надеюсь на то, что вы воспользовались моим советом-напутствием, с хорошим настроением. Завершили, собственно, торги в пятницу, ушли на выходные и не растеряли этот позитив, поскольку очень важно начинать с нормальным расположением духа очередной торговой сессии, забега дистанции на 5 полноценных торговых дней. И важно это настроение, в принципе, поддерживать, потому что рынок, я надеюсь, то, что чувствует, опять же, и понимает наши потребности в данном случае. Про наши потребности здесь подразумевается все-таки желание увидеть более бодрый доллар, растущий доллар. И мы абсолютно вправе надеяться, что американская валюта против, особенно ряда своих торговых оппонентов, сможет показать более-менее высокие ценовые позиции. Почему мы вправе рассчитывать? Потому что мы очень много времени уделяем каждый раз оценке новостного фона и фундамента по баксу. И сейчас, опять же, неделя обещает быть крайне интересной. Ну, во-первых, потому что у нас несколько серьезнейших отчетов. Это потребительская активность, роничные продажи, индекс потребительских цен. Ну и, разумеется, в среду у нас долгожданное мартовское заседание американского регулятора, где с вероятностью более 90%, особенно уже можно говорить оправданно после пятничного отчета по Non-Farm Perils, с вероятностью больше 90% американский регулятор решит снова поднять процентные ставки. Об этом мы, конечно же, поговорим еще подробнее. У нас будет и завтрашняя, в принципе, торговая сессия, то есть возможность с вами встретиться и в среду. Увидимся. Посмотрим на настроение, с которыми трейдеры, собственно, подходят к этому событию. Очень хочется верить в то, что никакого форс-мажора не случится. И рынок продолжит оставаться, на мой взгляд, вполне логично, ну хотя бы в отношении американца. Сегодня, напоминаю, мы с вами сможем увидеться еще один раз в 16.30 во время вебинара «Правильный понедельник», который посвящен основным событиям прошлой недели. Пробежимся по ним, посмотрим на те релизы, которые на повестке этих 5 дней, поставим среднесрочные ценовые ориентиры. Поэтому, если есть возможность, с огромным удовольствием вас всех приглашаю и, соответственно, буду рад вас видеть. Напоминаю, в 16.30 по московскому времени. Ну а теперь давайте подведем итоги заключительных торгов прошлой недели. Здесь были, конечно же, движения, которые несколько расстроили. Ну и были и те, которые в целом нейтрализовали вот этот негатив. Ну, расстроит. Это рост евро, который, на мой взгляд, не совсем сейчас логичен. С другой стороны, то, что продолжает выступать, скажем так, бальзамом для нас, это снижение цен на нефть. Потому что коррекция, даже это коррекция уже не назвать, это самое настоящее падение, обвал и, может быть, даже идущий и набирающий обороты нисходящий тренд. Пятница. Пятая сессия подряд снижения для котировок черного золота, как для бренда, так и для WTI. Закрытие 51.38. Сейчас мы видим то, что актив торгуется рядом с поддержкой 51 доллар за баррель. В частности, если анализировать новостной фон, можно сказать, то, что те события, те новости, фундаментальные факторы, которые появились на рынке в ходе прошлой недели, либо, может быть, события, которые на прошлой неделе трейдеры уделили больше, скажем, обратили на них больше влияния, то есть, соответственно, свое внимание. Это тот фундамент, который создал вот это мощное основание для распродаж всех котировок углеводородов. И это хороший тренд, хорошая тенденция, потому что мы, наконец-таки, сейчас можем уже не спекулировать на ожиданиях того, что трейдеры все-таки будут убеждаться в том, что сделка ОПЕК – это неэффективное решение проблемы перепроизводства, характерное для всего глобального рынка. И мы знаем то, что есть, опять же, основание фундаментальное, есть регион, который, в принципе, и компенсирует эффективность этой сделки. Это, конечно же, Соединенные Штаты Америки. Продолжаем следить за статистикой, за обзорами, за новостями, которые характерны по добыче для этого региона. В частности, у нас, помните, запасы выросли на 8,2 миллиона. Сейчас это уже исторические максимумы – 529, можно сказать, миллионов запасы. Исторические показатели по экспорту. Увеличиваются, опять же, объемы добычи. Мы сейчас уже говорим то, что производство свыше 9,05 миллиона – это максимальное значение практически за год. Ну и что касается нашего с вами любимого, на мой взгляд, для рынка, в отношении рынка нефти, отчета – это статистика Бейхер-Кьюс по количеству нефтяных терминалов. У нас, как ожидалось, очередной прирост 617 штук уже с 609. Это рост восьмую неделю подряд продолжается. Действительно, бизнес этот рентабельный, особенно при таких котировках, которые мы видим сейчас. Значит, нефти будет добываться все больше и больше. Значит, нефть будет оставаться под давлением. И мы, как трейдеры, которые уже давно смирились с тем фактором, что нефти так много, что спроса на нее, в принципе, уже не хватает. Это долгосрочный фактор ослабления. Мы терпели, наблюдали за брендом, когда он котировался в районе 56-57. Ждали, когда же все-таки те трейдеры, за которыми реально ставят большие деньги, поверят в то, что сделка ОПЕК неэффективна. Я надеюсь, что это уже и произошло. Соответственно, статистика по штатам будет продолжать подпитывать нашу с вами идею того, что 2017 год станет очередным годом серьезного расхождения между спросом и предложением. И еще, пожалуй, важный момент, который сейчас стоит обозначить в качестве актуального фона. Это пятничный комментарий министра энергетики России Новака о том, что Россия, может быть, не будет уже поддерживать инициативу, которая пока что обозначается лишь небольшим кругом регионов ОПЕК о продлении соглашения по ограничению производства за период первого полугодия 2017 года. Я хочу обратить ваше внимание то, что российская экономика, когда это соглашение было достигнуто в конце 2016 года, обязалась в соответствии с условиями снизить производство на 300 тысяч баррелей в сутки. На текущий момент, при том, что Россия уже должна была сократить производство на это значение, Россия выполнила обязательства на 50%. И что-то подсказывает мне, опять же, что большего снижения мы уже не увидим. А если вот уже брать в расчет то, что первые полугодия уже совсем скоро подойдет к концу, значит уже и не будет такого позитивного фактора для нефти, как и соглашение ОПЕК. То есть, ТБК, в принципе, уже не за что будет оцепляться. Интересно, а где же будут котировки к этому моменту? Я надеюсь, что гораздо ниже текущих значений. 10% друзья мои нефть потеряла за неделю. Думаю, что это только начало. Нам нужно прорваться ниже поддержки 50 долларов за баррель, чтобы уже смотреть и обозначать для себя в качестве целей других более низкие ценовые ориентиры. Рубль 58.98 бесспорно после той слабости, которую мы видели и уже под закрытие прошлой недели пятничной торговой сессии. Сегодня нас ожидает еще один день девальвации. Я все-таки верю, что в ближайшие дни, все правильно, ни недели, ни в ближайшие дни мы сможем добраться до планки 60 рублей за доллар и превратить это сопротивление в поддержку. Нужно оказаться повыше, чтобы оставить в качестве целей более высокие значения. Но то, что рубль будет слабеть, это совершенно очевидный факт. Мы видим то, что на рубль уже оказывается значительное давление. Хотя, с учетом коррекции нефти на 10%, рубль, конечно же, уже давно должен был оказаться выше 60. Но, наверное, быки, которые все-таки еще верят в рубль при различного рода факторах и обстоятельствах, их силы будут уже сходить на нет. В этот момент очень важно находиться в правильном направлении, а правильное направление – это неизбежная девальвация. Надеюсь, что вы разделяете такую же позицию. Доллар японская иена. Здесь нужно остановиться на американца, потому что доллар задает все настроения, формирует тренды, устанавливает тон для торгов. И в пятницу, как вы помните, мы следили и ждали отчет Non-Farm Perils по состоянию американского рынка труда, потому что это один из важнейших секторов всей американской экономики. И очень серьезный, опять же, катализатор по факту публикации данных для того же самого решения американского регулятора по процентным ставкам. Чтобы долго не томить, в целом давайте сразу про статистику. 235 тысяч новых рабочих мест против прогноза 190 тысяч. Классный отчет. И не нужно искать здесь негатива. Прогресс просто титанический. И это тренд лучшей статистики практически за несколько лет. Это тренд, который не прерывается. Это тренд, который уже обеспечил снижение уровня безработицы до 4,7%. Что касается средней зарплаты, то в годовом выражении она по-прежнему на солидном показателе 2,8% в плане прироста в месячном на 0,2%. Хотя прогноз был 0,3%. Но здесь тоже не нужно искать негатива, потому что если вы посмотрите, как были пересмотрены цифры за прошлые периоды, сможете увидеть то, что если в прошлый раз по факту месячного прироста зарплат мы видели показатель 0,1%, то он был пересмотрен на 0,2%. Поэтому я хочу охотеризовать тот блок статистики, который мы с вами получили в пятницу, как исключительно хороший, который никак не просто не противоречит идее того, что ФРС будет повышать процентную ставку, а только поддерживает нас, как трейдеров, верящих в то, что первое решение в этом году последует уже, соответственно, 15 марта. А 15 марта, то есть и в эту среду вероятность того, что ставку повысит уже больше 90%, как я уже сказал. Я, между прочим, обратил внимание еще на, опять же, такой экспресс-опрос, который проводится Блумбергом по факту выхода сильных данных о Non-Farm Payless, это сильнейший отчет. Так вот, статистика этого опроса, пятничная, говорит о том, что 85% всех респондентов уже не сомневаются в том, что ставку поднимет в марте, уже придерживаются даже идеи. И верят в то, что в этом году ФРС пойдет на ужесточение монетарной политики не дважды, а трижды. То есть жесткий вектор, он сохранится, ну, как вы думаете, что произойдет при таком векторе, опять же, с доходностью американских долговых бумаг. Здесь не нужно гадать, не нужно настроить предположения, они будут расти, и доллар неизбежно тоже прибавит против всего спектра финансовых инструментов. Поэтому наша с вами идея, то, что американец очень быстро окажется выше отметки 115 йен против доллара, она сохраняет свою актуальность. Сейчас котировки 114.76. Мы видели то, что статистика и локальный хай в пятницу был даже выше уровня 115.50, но сейчас 114.76. Не так уж и низко мы сейчас скорректировались. Поэтому давайте не будем говорить о том, что восходящая динамика осломлена, сейчас последует разворот. Да, несмотря на то, что свечка очень похожа на разворотную информацию, указывающую на то, что доллар-иена может скорректироваться, я все-таки бы сейчас и дальше рисковал с покупками, ставя на то, что 115.50 как сопротивление очень быстро окажется поддержкой. Евро против американца. Здесь вот как раз очень интересная динамика. Не знаю, чем связан тот рост, который мы с вами наблюдаем. Опять же, котировки 1.07. Странная реакция была и на Non-Farm Perils. Ну, может быть, опять же, трейдеры все-таки были разочарованы скромным приростом в месячном выражении по зарплатам. Хотя я особого негатива здесь не вижу. Если вы, опять же, обратите ваше внимание на бюллетени информационные, аналитические от известных банков, вы сможете убедиться в том, что никто не изменил своему позиционированию, по-прежнему отмечая очень высокие шансы на коррекцию европейской валюты. Евро, признаюсь, также не очень активно ходит, поэтому то, что мы отошли с вами на две фигуры от поддержки 1.05, нам потребуется снова много времени, чтобы вернуться к этому уровню, а потом уже искать поводы, чтобы продавить эту планку. Но будем ждать. Я по-прежнему призываю к тому, чтобы воздержаться от покупок европейской валюты, потому что все ближе, скажем, у нас и выборы в странах Европейского Союза и соответствующие риски в связи с этим. Ну и не забывайте про риторику Драги, который еще раз отметил на прошлой неделе, что экономическая политика и беспрецедентный стимул сохранят свою актуальность в течение всего 2017 года. ИЦБ не раздумывает о возможности выхода из программы QE и не думает об ужесточении монетарной политики, потому что те стимулы, которые используются, они необходимы. И, в принципе, тот прирост, который сейчас наблюдается в рамках еврозоны, помните, квартальный 0,4% с плюсом, это, опять же, благодаря тому, что ИЦБ не прислушивается к особо рьяным критикам того, что европейскому регулятору уже пара, нужно выйти из этих беспрецедентных стимулов. Я считаю то, что позиция Драги абсолютно верна, экономика нуждается в этой стимулирующей экономической поддержке, а значит, для нас, для трейдеров, это системный, опять же, фактор того, что евро будет слабее. Новозеландец против доллара. В этот четверг у нас данные по ОВП. Я ставлю на то, что статистика будет очень плохой, потому что эта статистика, но не может пропустить мимо ушей провальные аукционные на молочную продукцию в Новой Зеландии, как и главного экспортного товара. И, соответственно, еще одно подтверждение слабости, фундаментальной, станет причиной еще большего ослабления новозеландца. У нас с вами раньше была цель 0.69 по этому активу. Мы, в принципе, до этой цели добрались. Я тем, кто хотел рискнуть и дальше, предложил держать эту позицию. Тем, кто все-таки довольствуется хорошим профитом и предпочитает фиксировать результаты, опять же, первооправданных поставленных ориентиров, вы уже в профите. Я хочу все-таки еще больше поспекулировать на снижение, но предлагаю пока дождаться, чтобы новозеландец снова оказался ниже отметки 0.69. Поэтому давайте мы в последующей торговой сессии к этой валютной паре будем возвращаться. Как только эта поддержка пойдет, будем ставить на возможность еще большего снижения. Австралиец против доллара. Сейчас котировки 0.75.69. Здесь, в принципе, такой же отхват, как и по новозеландцу. Будут действовать в связке эти активы. Для дальнейшего трейдинга, для дальнейших продаж целесообразно подождать тестирование поддержки 0.75. Фунт против американца. Здесь также не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что новостной фунт в целом особенно не изменился. Вы помните и позицию парламента, голосование в двух палатах и возможность наложения права ВИЭТа и внесенные поправки в законопроект. Это то, что было причиной слабости британского валютного актива. В пятницу еще вышли данные по промышленному производству. Вмещено у нас серьезный спад на 0.4%. А вот в годовом прирост. Ну, судя по тому, что все-таки закрытие было с повышением. Либо причина слабый доллар в пятницу, который не очень-то, скажем, вдохновился отчетным паном фармперлс. Либо все-таки трейдеры высмотрели позитив в национальной статистике. Очень важно то, что на этой неделе, это прям новость со знаком «Смолния». На этой неделе Тереза Мэй может инициировать 50-ю статью Лиссабонского договора. Это новость, которая пришла на выходных. Произойдет это или нет, еще неизвестно, потому что она не подтверждена. Но мы должны быть к этому готовы. Я обязаюсь следить за новостным фоном. Если что-то будет интересно, я вам расскажу уже в ходе следующего брифинга. Но пока, как и раньше, советую воздержаться от торговли британским валютным активом. USDCAD у нас, как была с вами цель 1.35, мы достигли этого уровня, зафиксировали профит и ушли в режим ожидания. В пятницу вышла статистика по уровню безработицы. В целом отчет довольно неплохой. 6.6 снижение с 6.8. Измене числа занятых 15.3 с 48.3. Ну, конечно же, может быть, статистика могла бы быть получше. Но в целом трейдеров она устроила. Мы видели и укрепление канадского доллара. И сейчас котировки по этой валютной паре находятся на отметке 1.3445. Хорошо, что мы с вами покинули этот тандем инструментов валютных по факту тестирования сопротивления 1.35. Но я все-таки еще не оставляю попыток прокатиться на этой паре повыше. Для этого нам нужно подождать, пока пара закрепится выше планки 1.35. Уже потом будем ставить цели 1.37, может быть, даже повыше. Поэтому и по канадцу против доллара сейчас тоже держим режим своего рода паузы. Из важных событий сегодняшнего дня. В 16.30 у нас выступление Драги. И послушаем, конечно же, что он скажет, как это можно будет оправдать восходящее движение, опять же, с учетом того, что было сказано им на прошлой неделе. На мой взгляд, конференция может быть интересная. Посмотрим, как поведет себя евро. Итоги уже подведем завтра. Но я надеюсь, что евро уже сейчас начнут спускать. Потому что отметка 1.07 крайне необоснована, с учетом того новостного фона, с которым мы работали. На этом, собственно, все. Осталось пожелать вам только хорошей торговой сессии. Хотя вряд ли сегодня мы увидим повышенную волатильность. Но волатильность точно уж будет характеризовать всю эту неделю в целом. Поскольку не отреагировать на решения ФРС по процентной ставке рынок просто не сможет. Поэтому ждем это событие всегда. А сейчас троекратно, если мы, можно так сказать, контролируем риски. Я, соответственно, буду держать вас в курсе всех основных новостных событий. Если появятся вопросы, канал на YouTube и форум о маркетах. Сможете оставлять их там. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Потому что это самый лучший, мотивирующий, скажем, эффект и момент для любого спикера. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.